Вы слушаете Радио России Ульяновск Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш музыкальный радиогид Александр Филатов и моя программа «За чашкой кофе». Это значит, что в нашем эфире вас ждет новая встреча с интересным творческим гостем. Тем более, что на этот раз он не только композитор, поэт, бард, но еще и наш земляк. За чашкой кофе Речь идет об авторе и исполнителе, музыканте Андрею Куряеве, начинавшем свой творческий путь на ульяновских сценах и хорошо известном у нас в 90-е, а потом уехавшим покорять столичный шоу-бизнес. Сегодня Андрей живет в Подмосковье, продолжая выступать и писать песни как для себя, так и для эстрадных звезд. А поводом к разговору стало то, что одна из его недавних композиций буквально взорвала российский интернет, набрав миллионы просмотров, и прозвучала на днях даже в программе «Бесогон» на «России-1». Она называется «Не живи с нелюбимой страной» и посвящается такой острой сегодня теме. Так эта песня стала, по сути, своеобразным громким напоминанием о нашем земляке, после которого я решил пригласить Андрея Куряева в свою программу. И прежде чем перейти к творчеству в широком смысле этого слова, поговорим об актуальной сегодня патриотике. Возможно, кто-то с моим гостем даже не согласится, но не заметить его прорыв и позицию трудно. Всегда была патриотика в моем творчестве, но просто начиная с 2014 года это как бы обострилось. Я написал очень много стихов после того, как Украина начала бомбить Донбасс, после Майдана вся история, когда людей в Одессе жгли, когда запрещали русский язык, когда вот это шло наступление на русский мир. Я написал много тогда стихов под впечатлением всех этих событий, потому что до этого, как и все, как бы мы старались писать о любви, о чем-то таком житейском, жизнь как-то так вяло, мирно развивалась, но когда вот грянули эти события, конечно, перелом наступил мощнейший. Вот эти стихи, «Как и не воетесь русскими», тоже песня сейчас ее Соловьев Владимир в своей программе, прям по телефону вот так вот включил, они были написаны тогда еще, с 2014 по 2018-19. Я даже позабыл об этих стихах, вот в прошлом году я вспомнил «Не воюйте с русскими. Дни Победы». Значит, нашел это стихотворение свое, написал на него музыку и выложил 9 мая. Набрал там в интернете огромное количество просмотров, миллионы, миллионы. Мир готов открыть пальбу, все устои рухнули, стерлось временем табу. Не воюйте с русскими, вновь безумцы рвутся в бой, ротами без усыми, чтобы узнать прозрение боль. Не воюйте с русскими. Снова нечисть тут и там, напрягает мускулы. Значит, новым быть котлом. Не воюйте с русскими. Что вы прете на рожон, лбами голливудскими. Ход сражения предрешен. Не воюйте с русскими. Дремлеталая заря Над полями грустными. Не будите лихо зря. Не воюйте с русскими. Это не конъюнктурный совершенно патриотизм. Там не пустые слова. Все это вызвано временем. И люди это чувствуют. Иногда захожу, читаю комментарии, как будто окунаюсь в какой-то чистый родник. И это придает мне снова столько свежих сил. Не живи с нелюбимой страной. Это просто попадение в десятку из десяти. После не воюйте с русскими, я стал многие эти стихи свои извлекать на свет. И я нашел текст «Не живи с нелюбимой страной». Во-первых, это волнует людей. А во-вторых, мне показалось, что еще немного это будет людей волновать просто, неописуемо. И я, значит, решил написать музыку. На эти стихи я пишу достаточно искренне. Но всегда стараюсь так, чтобы подчеркнуть текст. Некое мастерство уже у меня сформировалось, конечно. Я нарочно выбрал некий такой примитивизм музыкально, знаешь, стебовый. И в таком духе я ее исполнил. Но это не значит, что это просто какая-то сатира и прочее. Это, конечно, тоже крик моей души, да. Если ты раздражен и обижен Не ругайся, не брызгай слюной Лучше будь благородно возвышен Не живи с нелюбимой страной Собери аккуратно вещички Не реви, не скандаль и не ной Прояви перед быдлом величие Не живи с нелюбимой страной И владея элитной машиной Не тоскуй за рублевской стеной Без любви жить нельзя, будь мужчиной Не живи с нелюбимой страной Улетай, уплывай, мир огромен Ты достоин красотки иной Что ты ходишь на супленый темен Не живи с нелюбимой страной Что ты ходишь на супленый темен Не живи с нелюбимой страной Она появилась именно из этого образа Некая житейская Такой даже бытовой ситуации Что мужчина живет с женой Да, это прочитывается Он не любит эту женщину совершенно Она, значит, в моем представлении Это такая Россия Которая хочет вырваться на свет Хочет заработать денег Хочет что-то сделать Подняться, расцвести А он сидит у нее на шее Как паразит И только бабки с нее тянет Иногда спит с ней Иногда плюнет в нее, по морде даст И забьет, грязью обольет Вот, собственно, что делают наши звезды Псевдопатриоты, которые тут же В трудный час убежали за границу Когда вот эта песня сложилась Я ее расписал в этом духе Выложил к нам в феврале Хотя мне говорили, да что ты чистишь Я говорю, ну, ребят, ну вот время такое пришло Вот этот народ ее вот полюбит, воспримет Почувствую, что вот я выразил их мысли и чувства По отношению к этой ситуации Идея была простая Я просто взял портреты уехавших звезд И один за другим их вот так расположил И Макаревич, и Галкин, и Урген Там все-все-все Пугачева я, кстати, не стал трогать Стараюсь некоторых пожилых звезд Но не очень их задирать А вот то, что уже Михалков в своей передаче Это уже не мой клиент Они сами сделали нарезку на эту песню В таком же стиле И сейчас многие люди тоже делают такие видеоряды Они располагают по своему, как бы, выбору всех звезд Которых они хотят видеть в этой песне Очень были бурные обсуждения Кто-то говорил, что это поет Мне кажется, голос похож на Соловьева Соловьева Да, да, такие обсуждения Ну, а что? Я всегда говорил, что песня Это такое же оружие, как и все Причем оно намного мощнее оружие бывает Чем пушки и прочее Видишь, когда идет такая информационная война Но остается только вот Тогда патриотизм наш Наша вера, наши песни, стихи В данном случае это вообще не шоу-бизнес Потому что песни, подобные песни Они пробивают себе дорогу сами В это не вложено ни копейки Я не знаком совершенно с Никитой Сергеевичем С моим уважаемым мэтром нашим Я не знаком с Соловьевым У меня там в комментариях некоторые говорят Сколько вам платят за эти песенки? Я не пишу в ответ Ребята, вы подумайте Если бы я был пропагандистом То, наверное, бы я был на всех федеральных каналах И на всех радио И во всех больших массовых мероприятиях Я бы давно уже там участвовал Как бы сразу отпадают подобные подозрения Потому что меня нигде нет Поэтому успокойтесь Это я все пишу от души Песни сами пробивают себе дорогу Находит душа безошибочно Цвет истины в царствах и мер Судьбе говорю вновь спасибо Что родился я в СССР И пусть впереди небо хмурится С пути я вовек не собьюсь Мой адрес не дом и не улица Мой адрес Советский Союз Устроились более-менее Поломанной жизни года Но все бы отдал, что имею я За то, чтоб вернуться туда Где сердце мечтами волнуется И ветру в лицо я смеюсь Мой адрес не дом и не улица Мой адрес Советский Союз Поговорим о творчестве вне вот этого контекста Не случайно я сказал, что земляк наш Кто-то, как я, конечно, прекрасно помнит Кто-то, может быть, уже подзабыл Надо напомнить Так не говоря, то люди подумают, что мы очень давно живем Несколько десятков лет назад Это все-таки несколько действительно другая жизнь Я знаю, что пишете песни для звезд Шансона, поете И начинать, наверное, этот разговор нужно с Ульяновска С Ульяновска, да, конечно Это политехнический институт Кузница Как по всей тогда еще советской стране Любой технический институт был кузницей Творческой интеллигенции Мы тоже вышли из этой кузницы Из нашего, из Ульяновского политеха Потом я три года работал на механическом Ульяновском заводе инженером Как молодой специалист Еще тур походы, еще комсомол И очень много воспоминаний приятных В основном, конечно, это художественная самодеятельность Я три года на механическом заводе В конструкторском био Занимался тем, что писал песни, стихи на всякие праздники На 8 марта нашим замечательным женщинам Хор ходил Это время было особенное И ни за какие сокровища Не купишь в то время билет Но хватит добра лет на сто еще Странной той, которой уж нет Пусть тучи над родиной кружатся Зарю эту пью, не напьюсь Мой адрес не дом и не улица Мой адрес Советский Союз Мой адрес не дом и не улица Мой адрес Советский Союз Театр на Дамбе Еще можно вспомнить Да, отработав вот три года Мы с Зурабом, значит, в Гогухе Тогда директором студенческого клуба Политехнического института Я стал художественным руководителем Этого студенческого клуба При нашем самом непосредственном участии Вместе с артистом уже покойным Ульянского драматического театра Сергеем Кондратенко Был организован студенческий театр на Дамбе Кто давно живет, тот тоже, наверное, помнит Этот легендарный коллектив Там же наряду с театром на Дамбе Мы еще с Зурабом организовали Ансамбль грузинской песни Это тогда тоже была диковинка Для нашего зрителя Потом так в эту тему вошел Что стал руководителем, значит, этого ансамбля И мы прямо занимались этим серьезно Был такой курьезный случай Когда на Ленинский фестиваль В Ленинский мемориал Не доехал ансамбль из Грузии А я работал на механическом заводе Так мне начальник говорит За тобой Волга приехала из обкома партии Надо, значит, организовать выступление Вашего ансамбля грузинской песни С Зурабом Значит, там еще одна девушка у нас пела, Лариса И все, значит, на этих Волгах Нас доставили на репетицию в Ленинский мемориал Освободили от работы, от учебы, от всего И вечером мы вышли на сцену Как некий ансамбль из Грузии Под названием, по-моему, Саунжи Интересное название Зураба поставили по середке Потому что он воплощал в себе Как бы настоящего грузина Мы не были похожи на грузинов Его, значит, высветили пушкой А нас затемнили по бокам у микрофона Чем была особенность? Мы пели вообще без всякого сопровождения Мы пели акапелла Акапелла спели любимую песню Сталина Гаприн Дишаво на три голоса Мертвая тишина Зал выслушал это просто на одном дыхании Потом взорвался какими-то потрясающими аплодисментами Которых редко, знаешь, даже в моих концертах где-то было Настолько это всех тронуло А на следующий день в Ульяновской правде Была большая статья, где рассказывалось об этом фестивале Журналист написал, что особое впечатление на зрителей Произвел ансамбль из Грузии и Саундже Посидеть на скамейке в ночи Под душистой сиреневой веткой И при свете сожженной свечи Посудачить с подружкой-соседкой Да собраться на наш сеновал И пьянея от запаха сена Провалиться в дремотный подвал Деревенского сонного плена Пасоногое детство мое Безвозвратно прошло, пролетело Неуемную трепь соловьем Вновь бы сердце послушать хотело Потом ко мне на бенефис По-моему на 30-летний Уже бенефис мы делали в театре на Дамбе Был спектакль, там был мой концерт Пришла Галина Александровна Лагутская Тоже уже, к сожалению, этим летом Недавно ушедшая В прошлом году ушедшая из жизни, да Она была руководителем Самой главной нашей детской студии Эстрадного пения соло в Ульяновске И она, значит, под впечатлением Всего, что услышала, всего, что увидела Она подошла ко мне за кулисы И сказала, давайте поработаем Я говорю, давайте И пришел к ней на репетицию Там, значит, вокруг рояля Стали все ее воспитанники, воспитанницы Замечательные, молодые, талантливые Ну и вот как-то еще такая у меня появилась Ниша, которая сегодня получила Тоже мощное продолжение Это детская песня Тогда я расписался Очень долго с ней сотрудничал Мы сделали несколько программ Во Дворце профсоюзов На которые собирался весь Как бы наш такой бомонд Я долго не занимался детской песней После этого Галина Александровна занималась Параллельно тут уже в Москве Организовала студию соло Пересекались там Но я не писал уже детские песни Был занят зелосовым творчеством У меня родился сын Три года назад И как-то меня это подтолкнуло Опять на эту тему И еще моя супруга Надежда Она стала продюсировать детский музыкальный канал Мультиварик И я являюсь основным автором этого канала Я скажу, что за эти два года я написал Трудно сказать, но может быть 200 песен уже детских И пишу каждую неделю Стараюсь писать, не останавливаться Потому что вижу, как это востребовано И с каким удовольствием дети поют это все И еще делают на каждой из этих песен мультики Что еще приятнее Неожиданно вот эта вот встреча с Галиной Александровной И в эти дни имеет свое продолжение А тогда меня наградили за вклад в детскую песню Творчество Я был награжден в Ульяновске же премией филиала МГУ Попечительского совета за вклад в детскую песню Мне вручили мантию такую университетскую Похожую на халат, такой красивый У меня вот до сих пор он лежит И вот эту шапочку с кисточкой черную Академическую Я хочу пробежать по краешку детства Где счастливым был миг любой Я хочу в ту страну, где не было секса Но какая была любовь Может быть я в своих желаниях дерзок Только с возрастом все сильней Я хочу в ту страну, где не было денег Но зато было много друзей Я хочу в ту страну, где не было денег Но зато было много друзей Эту боль и тоску ничем не развеешь Но от нынешних звезд ослеп Я хочу в ту страну, где не было зрелищ Но намного вкуснее был хлеб Я листаю альбомы потрепанных фоток Прежних лет не сяк, родник Я хочу в ту страну, где не было шмоток Но зато было много книг Я хочу в ту страну, где не было шмоток Но зато было много книг Напоминаю, что мы беседуем с московским автором-исполнителем Композитором, поэтом, экс-ульяновцем Андреем Куряевым В то время все пошло одно за другим Как цепи цепляются события Там же я познакомился с Ириной Малиновской Там мы организовали шоу «Карнавал любви» И потом мы работали в Ульяновской филармонии И тоже устраивали большие-большие концерты И в зале Ленинского мемориала И в драм-театре И в драм-театре был первый наш концерт Где мы презентовали программу И с джазовым ансамблем Новичкова Академик Бэнд Мы делали живой концерт уже в зале Ленинского мемориала Тоже было такое замечательное событие, интересное Ты натянут как струна Сила есть, ума не надо Но не в том твоя вина Сам себе ты стал преградой Ты, ты прям как носорог Крепким лбом ломаешь стены Но людей ломает рог Словно щепки о колено Ломай себя сам Чтобы жизнь не ломала Ломай себя сам Потихоньку, помалу Ломай себя сам До конца не ломая Ломай себя сам И тебя не сломают Ну а потом, как говорится, всему приходит свой конец Ничто не вечно под луной Стало уже как-то, ну то ли тесно уже в этих рамках То ли что Уже надо было совершать какие-то шаги Куда-то ехать, познавать мир Ну что мы сделали Я уехал в Москву Надежды оправдались? Я думаю, что да Потому что в Москве любой артист начинает все с нуля То, что он делал до Москвы Это редко бывает востребовано Это как бы все отметается Я пришел в студию к продюсерам Мне сказали, что надо все начинать снова Это все не то, это все не так Это все было хорошо в Ульяновске А здесь это никому не нужно И я долго-долго себя перестраивал Учился, думал, вникал, что делать Потом я отошел совсем от шоу-бизнеса Поселился в Подмосковье И даже увлекся больше бардовской песней Снова вспомнил про гитару Взял гитару, стал писать такие бардовские песни Тут были очень интересные концерты В Гнезде Глухаря Это самое главное как бы место Барт-тусовки Барт-кафе Там у меня, да, бард-кафе В Гнезде Глухаря На Светлом Бульваре Хороший такой мир Я там тоже юбилей свой исправлял Делал большие концерты Где собиралось до 200 человек И все это под гитару И все это в совсем другом ключе Где как бы я опять вспомнил больше Про поэзию В шоу-бизнесе все-таки приходилось Больше писать там хитов, хитов Все требовали хиты, хиты Ну, я скажу, что Когда вот такую задачу ставят перед автором Это его опустошает Практически может уничтожить Если он вовремя не отойдет от этой истории И у многих уничтожило Ведь мы знаем Человек написал одну песню Она рванулась Больше у него песен нет Это очень опасный такой путь Но меня, видимо, не знаю Бог Увел Увел от этой истории, да Я снова взял гитару Стал общаться Очень много написал песен На стихи других поэтов Это и Роза Шорникова Это и Татьяна Еремина Неизвестные поэты Но они мне давали пищу Это было очень интересно И Елена Иванова из Нижнего Новгорода И как бы это и мне помогало Я и сам учился И сам нарабатывал некую свою Сообразную музыкальную самобытность Благословен будет тот В чьем сердце не таится мщенья Кто пережив невзгоды смог Забыть чужие прегрешения Благословен будет тот Кто ощутил свое спасение В великом чувстве все прощения Кто другу подарил просренье Надежды лучик озаренья Благословен будет тот О, человек, умей прощать Любить, надеяться и ждать О, человек, умей прощать Любить, надеяться и ждать Ну а потом все пришло Вот к какому-то знаменателю Я стал очень много писать В шансоне Себя позиционировать Как исполнителя шансона Потому что увидел в этом жанре Некое будущее для нашей страны Такое, что в нем все-таки Больше национального Чем в попсе И даже в эстраде Нашего национального И в стихах, и в музыке Я, конечно, отмел Вот это все блатное Потому что я в этой теме Тебя не чувствую Но шансон для меня Это не блатное шансон А это некая содержательная песня Которая написана для народа Которая о народных проблемах О житейских, о людских И я много работал в этом жанре Написал песни Для Екатерины Голицыной Для Любы Шипивовой Для Валерия Кураса Это сейчас вот Ну как бы достаточно известные имена Был такой интересный период Когда меня пригласили Поучаствовать в спектакле О Владимире Высоцком Написанным его другом Юности Игорем Кахановским Тоже известным поэтом нашим Которому он уже сейчас 85 лет Старшего поколения, да Динозавры, я бы сказал Такие, знаешь И я с ним познакомился Он после этого спектакля Замечательного Который, к сожалению Прошел несколько раз Но не задержался Хотя очень интересный Очень про юности Высоцкого Про то, как он начинал Еще когда он не писал никаких песен Кахановским, они просто бренчали на гитарах И перепевали Вуи Армстронга И Вертинского И прочих тогда Модных в нашей интеллигенции Золотой молодежи Как бы авторов Они не любили официальную эстраду советскую Они вот шли Ну как, собственно, многие Когда я его хрипоты не мог терпеть Но он со мной не заигрывал Он был слабому терпелив И строг, и душу мою От забвенья помиловал Минорными аккордами Закатами, восходами Он пел хрипящим горлом И встревоженной душой Серебряными струнами Подрагивая скулами Он пел Опутан слухами И с плетнями Спешок И вот этот спектакль, он очень сыграл интересную роль Я познакомился с Игорем Кахановским Он пришел на мой концерт и сказал Андрей, давай тебе вышли свои стихи Может, что-нибудь напишешь Значит, ну очень мне хочется Он высылал мне стихи Я потихонечку отбирал, отбирал стихи И увидел, у него очень много шуточных таких интересных Даже несколько обрезных таких стихов Но мне показалось, что это будет интересно И мы написали с ним целый альбом Шура и Мура называется А потом он еще у меня отправляет стихи И я уже по инерции пишу Потому что мы как-то совпали Я в его стихах слышу музыку И она сразу раскрывается И получается Совсем шлягерное произведение И я написал «Бирюзовые глаза» на его стихи И меня пригласили, как автора этой песни На церемонию Вот буквально было ежегодное награждение Шансон года Эту песню сделал Валерий Курас И стал победителем этой церемонии Соответственно, вместе с ним Пригласили и автора финала С Игорем Кахановским Вручили такие увесистые дипломы Букет цветов Некий такой тоже Произошел успех Меня как автора Шансон года Это прекрасная премия Как песни года когда-то, можно сказать Да, это шансон года Это как песня года Но только песня года Стала такой размытой Ну, не побоюсь этого сказать слова Критики такой, да Там жанр не определен В этой песне года И она, как это уже не песня года Это какой-то винегрет Там просто, ну, как бы Одна тусовка сидела И навязывала людям Свою песню года Навязывала людям Свои новогодние огоньки У меня большие надежды Что сейчас все это очистится И произойдет некий прорыв Смена элит В шоу-бизнесе Смена, да Есть такие надежды Не только у меня Наверное, у людей Да, я поддерживаю У людей в нашей стране Потому что это уже все Надоело А шансон года Там все-таки это ближе Вот к песне года Потому что Это одна публика Это один зритель Как бы И реально Этот зритель весь год Как раньше в советские годы Он слушает эти песни И голосует за них Ну и потом Это же мелодическая песня Традиционная По сути В первую очередь Это мелодическая песня Ты прав, конечно Где есть мелодия Где есть стихи Это намного ближе Я чувствую за этом будущее А вот песня года Ну честно говоря Я перестал Последнее время смотреть Ни уму, ни сердце И молодежь Это не смотреть Но сейчас вот Я как исполнитель Уже шансона Позиционирую себя Ну а для эстрадных звезд Ж тоже пишете, да, Андрей? Ну вот я говорил Про Кахановского, да И вот я написал О Москве Нет прекрасной земли Вторую песню Потом Летят журавли Он пользуется тем Что Лев Лещенко Это друг его Как говорится Лучших лет Советской эстрады Позвонил ему По старой памяти И предложил эти песни Лев Валерьянович Как-то сразу Что-то в них услышал Его цепануло И он тут же Позвонил И пригласил На свой офис И сказал Что он эти песни Нужбил И он их исполнял Из метро Звучала песня О Москве В московском Москва Ты поутру Мне нравишься Особо Когда Как насмотрю Как знатная Персона Вступаешь В новый день В новый день Трудягою Извечной И миллионы тем Спеша Тебе навстречу Люблю тебя и днем Когда бурли Как новость Охваченный трудом Огромный Огромный Мегаполис Серьезен И горяч Добротною Работой Но полчаса Но полчаса На ланч Он выделил Охотно Москва Моя красавица Не можешь Ты не нравиться Мне Случайно Славится Твой облик Молодой Москва Моя красавица Тебе Ведь не без разницы Что мне Всегда не нравится В разлуке Быть с тобой И потом мы с ним записали Еще про хоккей Детскую песню С ансамблем Непоседы Потом Значит Был случай Такой Еще Для мультиварика Я Ну пишу Много детских песен Но они Как-то Иногда Пробивают себе Дорогу На взрослую аудиторию Вот песню по барабану Я написал Для мультиварика Ну просто Вот Как бы Такая легкая Шуточная песня Вдруг Значит Каким-то образом Она попадает К Алене Свиридовой Она Говорит Я ее спою Делает свою аранжировку Модную такую И через некоторое время Каждый день Эта песня звучала В хит-параде В исполнении Алены Свиридовой Текст песни Он на уровне Вот этих Песен Шаинского Плецковского Вот этих мэтров Детской песни Советской поры Такое тоже было у меня У песен Своя судьба Порой непредсказуемая Самое интересное Да И как бы На таком уровне Это все прозвучало Жил в Подмосковье У меня тут За забором Значит Люди Обычные люди Копаются в саду Включают радио И звучит по барабану В исполнении Алены Свиридовой Это так трогает Я говорю Это я написал А не Да ладно Для автора Для автора Нет выше награды Стою как солнце Рано И не грущу ничуть Стучу по барабану Чтоб веселее был путь Преграды постоянно Встречаю на пути На мне по барабану Все неприятности По барабану Андрей давно хотел пригласить На передачу На передачу Могу еще Пользуясь случаем Пригласить на телевизионную Передачу Если приедете В Ульяновск На родину К родственникам Например У нас еще есть Телевизионный вариант Будем рады Замечательный разговор Сегодня случился Прекрасный повод В виде песни Не живи С нелюбимой страной Вот наконец-то Все совпало Что мы встретились В эфире В финале Хотел бы сказать Я иногда Завидую другим авторам Другим исполнителям Когда слышу Какую-то песню Которую Мне очень хотелось бы Чтобы ее автором Или ее исполнителем Был я И вот Однажды Я услышал песню Планета по имени Сцен Я так По-светлому Позавидовал Что вот нет Такой песни В моем репертуаре Но там же все сказано Вот и про меня тоже И это было Совершенно потрясающе Я вспомнил Потрясающую песню Я сам очень горжусь Что эту песню Написал я Как ни странно Это уже вот как-то знаешь Когда немножко Отъезжаешь от этой песни Уже думаешь Неужели это я написал На сцене стою Как будто бы в космос Лечу на ракете Сквозь душную космос А зрительный зал Мерцает вселенной Я житель планеты По имени Сцена Ну это было давно И я все время мечтал Чтобы ее какой-нибудь Помнил театральный актер Который вот связан Именно с театром Я надеюсь Что сейчас в ноябре Будет у меня юбилей Я делаю в Москве Большой юбилейный концерт Надеюсь Что получится Собрать там И Лещенко И Льва И Алену Сверидову И многих-многих Еще артистов И детей Поющих мои песни Еще конечно У меня есть мечта Приехать в свой родной город С концертом Так что Я думаю Что мечты сбываются К Турианску большой привет И надеюсь Что мы с вами Скоро встретимся Я всегда в финале Прошу что-то пожелать Нашей аудитории Я могу пожелать Только одно Выставить победить Не поддаваться Никаким паникерским настроениям Потому что Все мы вместе Это большой Древний Очень мощный народ И этого надо держаться И не верить никому Как в одной из своих песен Я сказал Кто ужет Что стыдно русским быть Того уже уходит время Верьте в себя Верьте в своим корням Верьте в свое прошлое Настоящее И верьте в наше прекрасное будущее Лечу в небеса За ангелом светлым Спасибо за слезы И аплодисменты Нет, я не звезда А лишь неизменно Я житель планеты По имени сцена Вот занавес взмыл И слепят софиты В открытое сердце Бьют метеориты И только любви Мгновенье бесценно На грустной планете По имени сцена А наше время между тем подошло к концу С вами были ваш музыкальный радиогид Александр Филатов И моя программа За чашкой кофе Гостем которой стал наш земляк Автор-исполнитель Работающий сегодня в жанре шансон Андрей Куряев Лирик и патриот Всего вам доброго До новых встреч Но вновь полон зал Далеких галактик Давайте же станем Чуть ближе Давайте И верится мне Что жизнь небесцельна На шумной планете По имени сцена И верится мне Что жизнь небесцельна На шумной планете По имени сцена Субтитры создавал DimaTorzok